значит я расскажу одну короткую вещь говорится что яков прожил 147 лет все что говорится или вычисляется в торе это имеет для нас какое-то значение и прожают какую-то какие-то глубины и вот что говорит нам это число 147 лет визит жизнью як мидрош рассказывает что 3 праотец прожил меньше чем ему чем его отец и так далее из-за жалобы фараона на краткость и тяжесть своей жизни и произошло это когда ему было 130 лет он приехал к юсуфу в египет и встретился справа и 130 лет это тоже дата тоже говори говорящий о чем в этом возрасте адам после убийства эвеля и своей шувы возвращается к жене то есть после убийства эвеля он отделился от жены как рассказывает мидраж в этом возрасте он бы вернулся к ней когда сделал шу и у него рождается третий шед основной вас это основу и от него распространяется человечество 130 это раскрытие 13 числа 13 13 это гематрия слова и хад один то есть всевышний не также гематрия слова любовь потому что его судит любовь ради этой любви он создал мир это раскрытие на десяти уровнях но миссу да миссу но и яков как адама жил 130 лет когда вновь после полного срока 22 как по числу букв которыми сотворен мир не после 22 лет горя и одиночества он встретился с йосифом и тогда к нему вернулся руха кодыш к нему вернулась пророчество однако и вся семья оказалась вместе вместе в египте на к при встрече с фараоном якобы еще не успел осознать все эти перемены которые произошли с ним из семейства осознать что есть он еще не успел перестроиться поэтому его зевоуст вырвалась жалоба фараону и жалоба это как я говорю говорится что на то число слов которые был в этой длинной фразе который он сказал про он была сокращена его жизнь по году за каждое слово на каждое слово когда он говорил что он плохо жил и мало жил то есть человек не имеет права как бы жаловаться на все вышли жаловаться на жизнь поэтому я думаю когда спрашивают религиозного еврея но как жизнь то есть чтобы не произошло с человеком какие бы какой бы горе он не переживал какие бы несчастья с ним не были он говорит барова шам потому что я все что делает бог все к лучшему как учил рабе акиву и и шагамзу который повторял все время и это кучу чтобы не произошло него паралич это к лучшему и так далее его бедность это кучу то есть хм знает что хорошо для человека человек не знаю мы поэтому все что не происходит он должен благодарить еще мы также как когда уходит человек говорят бару да я нами это благословенно судья праведные судья истины вот так так оно должно было быть так он таково его решение нам остается только благословлять всевышнего и благодарить как мы должны делать каждое утро просыпаясь говоря модель фонар и так какие все такие намеки дает срок 147 в иерусалимском талмуде сказано что в соответствии с годами его жизни есть 147 глав или 147 есть несколько делим конце маленьких которые объединяются в один поэтому насчитывают иерусалимский талмуд 147 не 150 которые мы привыкли и и так что значит соответствии с годами его жизни царь давид потомок якобы и эти и благодаря якобы он родился и жизни якобы подобно жизни давида немного горести но тем не менее и псалмы давида это словословие творцу при любых обстоятельствах жизни значит последние 17 лет 17 это гематрия слова тоф хорошо 17 лет прожил есэф с своим отцом и 17 лет после чего братья продали его в рабство и 17 лет яков прожил с есэфом в египте и это были лучшие годы его жизнь и так значит последние 17 лет когда якобы было хорошо потому что он был рядом со своими сыновьями которых есэф соединил и спас собрав вокруг него и возвратив к шуве эти годы они привернули все годы его жизни вечную благодарность богу как учит что даже грехи человека шува из любви превращают заслуги итак одна из первых частей и первых и частых гематрии числа 147 вторе как я посмотрел это в июнь коль и мэй и были все дни эти слова впервые встречаются по отношению к адаму в июнь коль и мэй адам дальше говорится 930 лет на него значит что это значит и были все дни как это связано с якобы можно подумать что это поскольку это прикладывать дальше эта фраза ко всем немного много раз повторяется на то что когда перечисляется срок жизни потомков адам то можно подумать что это как бы эталонная продолжительность жизни но правильное понять так что это продолжительность жизни настолько насыщены днями когда ни один из них не потерян поэтому вы ее коль и мэй не все дни то есть когда ни один не потерян тогда они все складываются в жизнь человека которую он должен прожить такой должна быть жизнь каждого человека и это поясняет медраж комментируя годы жизни сары 127 лет то есть говорится и там 127 и 7 лет и 20 и 100 лет и медраж поясняет что в течение всей жизни сара была сохраняла свои основные качества праведницей внутреннюю красоту и тогда то есть это такая цельность цельность всей жизни есть еще три гематрии связанные друг с другом по смыслу которую я выбрал это первое это они лаким я господь вторая это эйн камоха эйн камоха нет такого как ты это говорят по отношению к всевышнему и третье гематрия было его не не будет другого такого как он не будет еще но в каком-то смысле это все можно отнести к яку и и наконец есть гематрия зма на геула зма на геула это время освобождения но какое отношение имеет гематрия зма на геула время освобождения к яку и вот если мы задумаемся то прежде чем задуматься мы можно прибавить единицу ста сорока семи и получить сто сорок восемь сто сорок восемь это гематрия слова песок это и есть смана геула то есть геула произошла в песок и гематрия песок от сто сорок восемь значит какая связь между яковом и словом песок и геулой освобождением народа связь на мой взгляд прямая когда перед тем как он умирает он просит иосифа точнее заклинает иосифа чтобы он похоронил его в маратом их пела в киброне и иосиф несмотря на трудности этого дела он выполняет это поручение отца и в похоронные процессе когда перевозят гроб с телом якобы в киброн за ним следует не только все семейство но и огромное количество даже египтян то есть таким образом яков утверждает будущее возвращение всего своего семейства всех своих потомков в в в в в в в иосиф умирает он также заклинает не так же но просит братьев чтобы его тело было похоронено в израиле и он заверяет их он говорит слова в ходу в ход в то есть непременно вспомнит вас в и вернет вас на эту землю то есть вот это повторение этих действий оно влияет на еврейские народы побуждает его выйти вернуться на место указанное всевышним врагам и яков и действительно когда больше выводят народ говорится о том что он извлек то есть египтяне чтобы не дать возможность евреям вернуться на землю они саркофаг с телом Иосифа как рассказывает Медраш они бросают в Нил но с помощью Всевышнего Моше извлекает находит и извлекает этот саркофаг из Нила и когда еврейский народ выходит впереди него идет ковчег со скрижалями завета а следующий за ним это идет саркофаг Иосифа и так Яков через Иосифа выводит народы освобождает народ и поэтому это этот колель к 147 и 148 это совсем не случайная гематрия это то что сделал Яков и продолжил Иосиф его любимый сын сын его мудрости и говорит традиция Яков не умер вот это 147 я закончил спасибо большое вы использовали результаты авнера или это ваши собственные программы я использовал не результаты авнера я использовал его эту самую систему поиска не методику поиска это он создал его программу его программное обеспечение программу программу поиска да спасибо авнеру не только да спасибо авнеру и дай ему бог здоровья пошли он сейчас в канаде как вы наверное знаете да я использовал и методику авнера и еще другую опять таки не методику а вот средства инструменты это спасибо все на сегодня все спасибо у меня вопрос фамилия гамзатов это еврейская смешно я не знаю гамзатов да это вообще вообще совершенно верно гамзаты по-русски это который не ясно говорит гамзит хамзает но это же не русская фамилия он не русский он из дагестана это кстати может быть горские евреи да скорее всего он еврей да скорее всего он еврей да мне не приходило тут в голову но скорее всего это так это интересно наблюдение да он по-моему даже что-то отзывался еврей хорошо я не помню что не часто бывает Владимир вы выглядите неплохо да бороше всегда коронация бороше 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 лапо демонстрия демонстрия в